Цирк, доступный каждому на интерактивные представления, в благотворительных целях пригласили детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и ребят из многодетных семей. Всего в зале собралось более 300 человек. Такой подарок сделал Росгосцирк и артисты новой программы «Белые львы Африки». Мы стараемся с артистами организовать такие мероприятия, чем чаще, тем больше, потому что социальный проект называется «Цирк доступен всем». И мы детям прооткрываем занавес за кулисья, что может происходить за кулисами, не только во время представления, но и за кулисами. Они приходят участвовать в мастер-классах, заходят за кулисную часть, смотрят животных. Первый мастер-класс с участием собак показывает Марина Ли. Семь лет девушка была канатоходцем. Последние два года работает как дрессировщик. Животные ее любят и слушаются. Мастеру можно было задать любые вопросы. Ребят интересовало все. Долго ли тренируют собак, какие породы лучше всего поддаются воспитанию, что животные едят и какой у артистов распорядок дня. Ответы получили на все. Для многих ребят непростая работа дрессировщика стала настоящим открытием. Дрессура, конечно, мне нравится, но очень тяжело. Сложно. Я думала, намного это все проще, но тяжело. Пока научите собаку какому-то трюку, нужно время. Две недели, полгода, в зависимости от сложности трюка. Все желающие могли выйти на манеж и под руководством профессионала попробовать себя в роли дрессировщика. Вместе с Мариной ребята давали сначала простые команды, потом посложнее. В итоге маленькие зрители организовали настоящее шоу с прыжками через обручи и собачьим вальсом. Не смогли остаться в стороне и зрители постарше. Ну, попробовал выйти на манеж и сдать команду. То есть собака слушается, дрессированная, и все отлично. Впечатление хорошее. Просто в последний раз я тут был, наверное, в классе пятом, когда был очень маленький. Приятно вспомнить в прошлое время, вот, в такой атмосфере. Удивили зрители-эквилибристы. Ребятам рассказали о спортивных снарядах, важности равновесия, страховке. Акробаты выполняют трюки на грани фантастики и человеческих возможностей. Чтобы добиться столь высокого уровня, требуются долгие годы тренировок. Попробовать повторить трюки неподготовленным школьникам, конечно, не дали. Но для одного все же сделали исключение. Молодой человек занимался гимнастикой. И одно упражнение ему позволили выполнить. Конечно, со страховкой и под присмотром профессионалов. Профессионализм этих артистов он очень велик. Они мне все показали, и я сразу понял. Впечатлений огромное количество. Я ни разу не выступал на манеже просто. Подобные мероприятия проводят сейчас по всей стране с целью рассказать о цирковом искусстве. В процессе ребята не только узнают об интересных профессиях и пробуют себя, но и получают незабываемые впечатления. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.